Голоконцерт фестиваля «Радуга дружбы» прошел в гимназии номер 16 «Интерес». Школьники и педагоги подвели итоги двухнедельного праздника, вспомнили самые яркие моменты и наградили победителей. Лучшие из номинантов рассказали о своем проекте всей школе. Дневник фестиваля «Радуга дружбы» в этом году насчитывает более 30 мероприятий. На протяжении двух недель все участники 16-й гимназии, от первоклассик до выпускников, создавали проекты дружбы. Кто-то снимал видеоролики о своем классе, а кто-то моделировал целые города. И будущее, которое ждет нас через 50 лет. Мы изучили технологические новинки как в России, так и за рубежом. Рассмотрели гипотезы о последствиях экологической обстановки на Земле. Однако, мечтая о будущем, не забывали в гимназии и о настоящем. Созвучно с 2016 годом посвятили фестиваль «Году кино». Мы вспоминали советское кино, мы вспоминали фильмы о школе, фильмы о дружбе, фильмы о Великой Отечественной войне. У нас проходил киномарафон, когда ребята могли посмотреть вот здесь, в актовом зале, художественные фильмы и их обсудить. Ну и, конечно, ни один фестиваль дружбы не обходится без пестрой ярмарки и угощений. Вместе с учителями и родителями ребята готовили блюда разных народов мира. А в один из вечеров объединились за общим столом, чтобы рассказать о своих семьях через видеоролики, которые потом оценивала компетентная жюри. Я считаю, что такие работы, они очень ценные как для самой семьи, так и для тех, кто окружает эту семью. То есть мы смотрели достаточно при большом количестве людей эти ролики, люди были все раз в национальности. И было интересно смотреть и традиции, и культуру. И так, как каждая семья относится к своим семейным ценностям и к тому миру, который их окружает. И самые яркие моменты «Радуги дружбы-2016» – караоке-марафон и инсценированные песни известных сказок и фильмов. В программе гала-концерта на сцену вышли лучшие актеры фестиваля в образах известных и всеми любимых героев. Здесь и Буратино со своей кукольной братьей, и сбежавший поросенок Фунтик. И даже мама семерых козлят. В обычной жизни просто классная руководительница. «Жизнь подарила мне и тебе» Подводя итоги фестиваля, педагоги только и успевали раздавать грамоты и благодарности. Незамеченным на «Радуге дружбы» остаться было невозможно. А еще сложнее было остаться без друзей. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, Люберецкое районное телевидение.